Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Марины Мексики не сложились отношения с Никитой Кузнецовым. Девушка пишет, «Никита стал ко мне относиться как фиг пойми к кому. Из-за его унижений я рыдала два раза. Так ко мне относиться я не позволю». Также Марина рассказала своим подписчикам, что Олег Бурханов признался ей в любви. Но по словам Олега, он просто поддержал Мексику, подарив ей букет. «Мексика моя хорошая подруга, очень прикольная девчонка. Мне она нравится как человек. Этим жестом я хотел поддержать ее в сложной ситуации с Никитой». Кстати, в сети поползли слухи о тяжелом прошлом Марины. Фанаты проекта обнаружили снимок, сделанный Мексикой сразу после выхода из психиатрической клиники летом 2015 года. Лиза Полыгалова и Ваня Барзиков снова вместе. Как вы помните, Лиза хотела строить отношения с Денисом Барановым, но она разочаровалась в нем. Затем она была готова уйти за периметр к Андрею Черкасову. Но все закончилось тем, что девушка целовалась с Ваней Барзиковым. Влад Кадони опубликовал этот снимок и подписал «Новая пара на нашем проекте, они нашли друг друга». Из-за того, что Лиза так быстро меняет парней, Глеб Жемчугов ее жестоко оскорбил в соцсети и он не постеснялся в выражениях. Таким образом, он отомстил ей за то, что она быстро нашла ему замену. Ира Пинчук расстроилась, когда узнала, что Ваня и Лиза решили быть вместе. Она встретилась с Мадиной Кузаевой. Мадина пишет, «У Иры был нелегкий вечер, но ты у меня сильная девочка и справишься со всеми трудностями». Ольга Жемчукова в своем микроблоге намекнула подписчикам, что у нее появился новый любимый мужчина. Она написала, «Все радуются, что в их жизни появляются какие-то любимые люди. Все так спешат об этом рассказать, а я молча никому не расскажу. Это ведь моя радость, это ведь моя улыбка на лице, это ведь мое счастье, тихое, а не показушное». Ольга Бузова занесла брата Тарасова, рэпера Текилу, в черный список. Об этом сказал сам музыкант. Раньше у Ольги были отличные отношения с Текилой и их довольно часто можно было видеть вместе на разных мероприятиях. А число подписчиков Бузовой в Инстаграм уже перевалило за 7 миллионов. Недавно Наталья Варвина отметила свой день рождения и сразу после торжества она заявила о том, что собирается написать книгу. В ней она раскроет все секреты идеальных отношений. Наталья убеждена, что она смогла познать все тонкости семейной жизни. Она в курсе, как сделать своего возлюбленного счастливым и в то же время оставаться желанной и любимой. Костя Иванов рассказал в видеотрансляции о своей поездке в Балтийск, на родину Саши Гозиас. «В отпуск съездили великолепно», – сказал Костя. «Семья отличная, мы быстро нашли общий язык, и меня там теперь всегда ждут. После поездки отношение Саши ко мне изменилось, она стала более уверенная во мне. В их семье все женщины властные, постоянно соревнуются со своими мужчинами. Саша на этой волне так себя и ведет». Александр Гобозов в прямом эфире подтвердил то, что Антон Гусев ушел от своей жены ради Вики Романец. По словам Саши, эти слухи являются правдой. Согласно информации, которую он получил от охранников, Антон и Вика купили дом в одном из поселков Московской области. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.